15.00 по Москве. Мы начали запись нашей дискуссии. Я напоминаю, что это первая русскоязычная онлайн-эмбодимент-конференция. Мы говорим про телесность, и среди наших форматов в рамках этой конференции есть формат панельных дискуссий, на которых мы приглашаем специалистов из разных областей обсудить тему телесности, как она выглядит, звучит в самых разных вроде бы нетелесных темах. И сегодня у нас сложная и острая дискуссия про тело и гендер. Вести эту дискуссию будет Вячеслав Прокофьев, я сейчас передам ему микрофон, но прежде всего я должна сказать, что в соответствии с федеральным законом 436 и 135 о защите детей от информации, причиняющей вред им здоровью и развитию, а также в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей, мы напоминаем о том, что у этой дискуссии, у этого контента есть возрастное ограничение 18+. Если вам еще не исполнилось 18 лет, просим вас покинуть эту дискуссию. Мы соблюдаем законы. Итак, модератор этой дискуссии Вячеслав Прокофьев, ведущий стратегических сессий и проектных дискуссий в Сколково, Академии народного хозяйства и госслужбы и в других крупных проектах, в которых нужна сложная модерация. Вячеслав, тебе слово. Коллеги, добрый день. У нас один час. Тема сложная и огромная, как мы убедились в ходе подготовительной такой работы в течение этой недели раньше. Но мы попробуем затронуть, по крайней мере, два-три существенных аспекта. И мы на эту, организаторы на эту конференцию, точнее говоря, на этот круглый стол пригласили представителей разных практик. Я, собственно, надеюсь, что они рассказывают об этих практиках в контексте нашей темы. Специально сделан такой контрастный подбор. И мы посмотрим, как она, эта тема, реализуется, собственно, на практике. Обсудим некие важные дискуссионные, возможно, моменты в этой теме. Итак, у нас сегодня Александр Баранов, коуч, автор проекта «Шаг за край». Анна Панстер, психолог, соматический практик. Инга Адмиральская, гендерный психолог. И Антон Макинтош, лидер проекта «Т-действие». Т-действие. Вот. Я прошу, если можно сейчас коротко представиться, еще раз после моего представления, коротко рассказать о своей практике. Ну, буквально там, если возможно, одна-две минуты. Давайте вот с Александра начнем. Александр, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели и смотрители. И добро пожаловать на нашу конференцию. Я очень рад быть здесь. Итак, меня зовут Александр Баранов. Я лайф-коуч и мужской коуч. Тренер смелых людей и ведущий проекта «Шаг за край». В последнее время, последние несколько лет, моей основной практикой является так называемая мужская работа. Мужская работа – это работа с мужчинами по самоидентификации, по возвращению мужчин к своей настоящей роли. Если хотите, к созданию настоящего мужчины в том смысле, который его требует веление времени или быстро изменяющееся время. То, что я делаю, я консультирую мужчин, веду мужские группы, вожу мужчин в горы, пишу для мужчин и для женщин в том числе о мужчинах. Спасибо. Спасибо. Анна, если можно, ваше представление. Добрый день. Меня зовут Анна Панстер. Я соматический практик. Определяю себя так широко, поскольку занимаюсь соматикой, движением, танцем, исследованием тела последние 10 лет. Обучаюсь в психотерапии, работаю как соматический терапевт, обучаюсь в травме, работаю с травмой в соматическом подходе и также работаю как травматерапевт. И Александр работает с мужчинами. Я преимущественно работаю с женщинами последние несколько лет, особенно потому что стала изучать менструальную осознанность, работаю с менструальным циклом и работаю преимущественно с женщинами. Та целевая аудитория, которая приходит ко мне на мои онлайн-курсы и в индивидуальную работу со мной. И мне интересно поговорить вот из своего опыта на эти темы и посмотреть, как это будет. Спасибо. Антон, если можно, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие все. Я Антон Макинтош. Я руководитель транс-инициативной группы «Тодействие». «Тодействие» — это проект, который делают трансгендерные люди для трансгендерных людей. Ну, кроме этого, я ведущий группы «Поддержка» для трансгендерных людей. Я консультирую индивидуально трансгендерных людей. Я работаю в нарративном подходе. И вопросы тела и гендера, как вы понимаете, касаются трансгендерных людей напрямую, поэтому я буду принять участие в этой дискуссии. Ну и да, я инсайдер, я сам трансгендерный человек, поэтому тоже об этом могу поговорить. Спасибо. Инга, если можно, о вашей практике и специализации. Здравствуйте, меня зовут Инга Грин. В фейсбуке осталась старая фамилия, Адмиральская. Я специализируюсь в области гендера и сексуальности. Не соматической практикой, почти не взаимодействуя с телесностью напрямую, но сексуальность, с которой я работаю, и телесность имеет очень большой вклад. И вместе с клиентами разных совершенно гендеров мы исследуем, какие идеи, транслируемые обществом, ограничивают в каком-то смысле возможность реализовывать свой сексуальный потенциал и чувствовать себя хорошо, а какие, наоборот, способствуют этой возможности. И, наверное, я буду и с этого угла сегодня тоже смотреть. Благодарю за приглашение, мне очень интересно, и надеюсь, что дискуссия будет разнообразной, объемной, яркой. Спасибо. Спасибо. Ну, и так вот, я думаю, что сегодня мы попробуем посмотреть, как гендерная специфика отражается в работе с телесностью, в вашей профессиональной работе, с одной стороны. С другой стороны, я хотел бы вас спросить, а какие изменения в этой сфере происходят? Чувствуете ли вы какие-то тренды, смену настроения, смену общественного запроса и так далее? В связи с этим у меня первый вопрос к Александру. Собственно, первый вопрос – истоки вашей практики, если можно коротко рассказать, в ответ на какой запрос, в принципе, это движение появилось. И второе – чувствуете ли вы в процессе работы, сколько, кстати, вы этой работой занимаетесь? Я вот смотрел вашу биографию. У вас очень разнообразный такой опыт и прикосновение к очень разным практикам, в том числе и таким, ну, можно сказать, религиозным, наверное, если можно, пару слов об этом. И вот за то время, пока вы занимаетесь мужской работой, как вы говорите, мужскими вот этими тренингами, почувствовали ли вы какие-то изменения в воздухе, что называется? Почувствовали ли вы какой-то новый запрос? То есть на какой вопрос запрос отвечало движение и вы лично в начале вашей практики, и почувствовали ли вы в этом какие-то изменения? Что происходит? Такой вопрос. Хорошо, хорошо. Ну, да, Вячеслав, как вы правильно заметили, я могу говорить о каких-то двух жизнях, которые я прожил за свои 47 лет. И в первой жизни, где-то до 33 лет, я был, что называется, типичным альфа-самцом, цисгендерным мужчиной. То есть я, в любом случае, я старался им быть. Я шел за движением времени. Вот, я стал, получил три высших образования, два из них в Америке, я стал инвестбанкиром. И в моем поколении, поколении людей, родивших в 70-е годы, было очень важно, мое взросление там, институт пришелся как раз на перестройку. И в нашем месте я учился в НГУ, в Институте страны Азии, Африки, китаистам. И в наше время только две профессии среди моих друзей для мужчины. Это инвестбанкир и юрист. Если ты не инвестбанкир и не юрист, ты мудак. Соответственно, я должен был стать инвестбанкиром. И я им стал. Это было очень серьезное давление со стороны культуры, со стороны мужчин, которые меня окружали. И, собственно, в принципе, выбора-то у меня и не было. Надо было идти по верхам. Но в этой своей постаси я шел и становился, собственно, таким же мачо, таким же альфа-самцом, каким от меня требовала культура. Затем, что произошло, я оставил свою карьеру в 33 года, потому что я понял, что я не хочу дальше. Я достиг фактически верха, которого я мог. И я бросил и ушел в эзотерическое плавание, где я начал изучать, а из чего же, собственно, я состою как человек и как мужчина в том числе. В конце концов, я начал отказываться и бунтовать против мужской культуры, культуры патриархата, которая мне навязывала общество до этого времени. Я стал анти-мужчиной, анти-патриархом какое-то время. И понял, что тоже ни к чему не приводит. В конце концов, уже в последние лет 6-7, когда я стал писателем и коучем, я стал собирать и связывать эти все кусочки въедино. Окей, если я не хочу быть альфа-самцом, но я не хочу быть каким-то бунтарем против того, что есть, что можно здесь делать. И наблюдая за другими мужчинами, моими же друзьями, которые ставят такие же вопросы, которые, собственно, находятся в состоянии такого непонятки или страдания на волне того времени, где роль мужчины рушится, прошлое, а новое не находится, я вдруг понял, что это моя страсть, моя боль, ну и в некоторой степени мое предназначение – заниматься мужской работой, в себе разбираться как мужчине и затем помогать другим мужчинами заниматься этим. Это немножко о моем пути. И тогда я стал заниматься мужской работой. Что касается того, что происходит сейчас в обществе, мы сейчас наблюдаем то, что можно сказать, кризис маскулинности. До некоторого времени, ну скажем, ну если очень грубо говорить, до 60-х годов прошлого века, до 70-х годов, с маскулинностью было в принципе все понятно. То есть роль мужчины в обществе была ясна, была четко очерчена и в книгах, и в фильмах. Это был, как я сказал, мачо, такой жеребец, альфа-самец, работающий или воюющий, который за все отвечает, который очень брутален, который доминирует в этом обществе. Таких образов полно у нас. Возьмите любой вестерн, Голливуд нам принес, любой боевик и так далее. Все было понятно, все мужчины там были одинаковые. Но с момента развития феминистского движения по всему миру, это как раз вот первая луна пришлась на 60-е, 70-е годы, мужчины почувствовали, что вызов поступил и им. И в ответ, собственно, на развитие феминизма, на самую здоровую его часть, я бы сказал, мужчины стали собираться в свои группы. Мужчины стали задавать вопросы, а если женщины ищут свою новую роль в этом обществе, если женщины ищут свою самость, свою сущность, если они возвращаются к своей природе, то а мы что? А нам как же? И тогда начались движения, известные как, например, мужское mythopoetic movement, это движения мужские, которые завязаны на поэзии, на мифологии. Тогда появились работы таких людей, как Роберт Блай, Джозеф Кэмпбелл, и много работы у Юнга, когда шло восстановление или поиск того, а из чего же сделан мужчина. Нет, мужчина не альфа-самец, нет, что-то не так, какая-то ошибка в системе. Нет, мужчина не мачо, там что-то другое, должно быть мужчина, был другим. Он стал таким жестким и токсичным, и каким-то одиноким. В какой-то момент так что произошло? Что такое патриархат? Когда он начался? И действительно, это путь мужчины? Биологически ли это путь мужчины? Доминировать и не уважать женщину, и держать ее дома, а самому стремиться к успеху? Вот эти все вопросы поднимала первая волна мужского движения. Затем движение стало укрепляться, и сейчас то, что мы имеем, это достаточно разветвленная сеть мужских групп, мужских ретритов. Недостаточно по сравнению с женским движением, совсем. Вообще несравнимо, конечно. Я не знаю, там десятая доля какая-то. Но все-таки это есть. То есть какие-то крупнейшие мужские движения, типа Mankind Project или Everyman, насчитывают сотни групп уже по всему миру, и в них состоят там тысячи мужчин. Это все равно еще не сотни тысячи, не миллионы. В России почти ничего нет на эту тему. Тем не менее, вопрос, который поставлен этим движением, он в одном. Старая роль мужчины разрушена. Мачо больше не в моде. Тогда что делать мужчине? Куда ему стремиться? Где новые ролевые модели? Что от нас хотят женщины в этом новом мире? Кем мы можем стать, чтобы стать лучшими отцами, братьями, партнерами, любовниками, лидерами на работе? И одно из самых главных направлений, которые сейчас поддерживают мужское движение, это работа с эмоциональным интеллектом. Это как раз то, считается, что мужчины утеряли или не научились вследствие системы доминирования или системы мужских кодов, которые представляло им общество последние много-много-много лет. А именно, не чувствовать, не плакать, быть сдержанным, сдерживать все. Не разговаривать, не проявляться. Разрешалось только быть агрессивным и так далее. Поэтому суть мужского движения это в общем сейчас возвращение мужчинам их сердец, если это еще очень коротко сказать. Спасибо. Александр, тогда вот собственно уточняющий вопрос в рамках нашей темы. Как вы эту мужскую работу производите в связи с этим? Телесность, мужская телесность, это для вас в вашей работе цель, то есть вы с ней сознательно что-то делаете, изменяете, или это инструмент для достижения каких-то других целей, или вы делаете что-то третье, и тогда вопрос просто, ловите ли вы, как руководитель этой практики, какие-то эффекты? Отражается ли ваша работа на том, как мужчины, ну ваши клиенты, наверное, можно сказать, переживают собственную телесность, и наблюдаете ли вы это как-то извне? Можно ли видеть изменения? Окей, хорошо. Собственно, вот тут другая труда и интрига, да. Да, супер. Для меня телесность, конечно, в мужской работе это и средство, и цель. Да, то есть как средство. Это возвращение сенситивности мужчины, возвращение его чувствительности через тело. То есть мужчина очень редко может обозначить, что у него происходит в теле в тот или иной момент. Он очень редко может сказать, что у него там тяжесть в груди или ком в горле, или какой-то там в животе что-то происходит, он очень редко связывается вообще в своих мыслях со своим телом, потому что чувства ему недоступны, а ощущения телесные тем более. Поэтому одна из работ, естественно, как начать чувствовать свои эмоции, так и начинать чувствовать свое тело. Но об этом, я думаю, на конференции много говорили, это ощущение, что происходит в этот момент и в какой части тела. Как средство, как цель. Так как основное качество, которое сейчас несет мужчина в себе, выращенный по законам патриархата, это стыд. стыд. И если брать всего мужчину, то в нем стыда, наверное, процентов 80. Вот за все. За его действия и за его тело, конечно. Все остальное 20%, все остальные чувства. Так вот, со стыдом приходится очень много работать. Мужчина стыдится своего тела, я сейчас про тело только буду говорить, потому что все остальное не входит. Сыдит свое тело в огромном количестве. Посмотрите, что происходит в качалках. Мужчина защищает свой стыд мышцами. Он просто не в состоянии принять то, что у него есть. Он считает, что он будет лучше мужчины, если у него будет банка накачана или кубики. Мужчина стыдится седины. Мужчина стыдится морщин. Старение это слабость. Слабость мужчине не разрешена. Поэтому начинается первый седой волос в нашей мужской группе это тема вечная. У меня седой волос, что делать? Я сейчас раскрываю секреты мужчины и сейчас мужчины будут в ярости, нет, не говори это. Это то, что происходит. Ну и третье, наверное, то, что самое главное без чего нельзя обойтись это отношение к собственным гениталиям. Это ахтунг. Это ахтунг, ребята. Спасибо нашим родителям, которые тоже выросли на культуре патриархата, что мужские гениталии их не существует вообще в обществе как таковом. То есть мама, которая моет младенца, сына каким-то невероятным образом обходит руками его письку. Она боится к ней прикоснуться. Я это читаю повсеместно, я даже видел это у собственной жены. Она боится протереть салфеткой письку. Я говорю, что происходит? У него что, нет письки, что ли? Но это это код наш. Затем письку трогать нельзя. Мой малыш с трех месяцев хватает себе за письку. Мама в ужасе. Откуда это? Почему нельзя? Она есть. Не воспитывается стыд, конечно. Абсолютно. Если нельзя, конечно. Нельзя. Дальше ногота. Мужчина. Где вы видели нагого мужчину в медиа? Женщину фронтальную ноготу показывать можно. Мужчину нет. Почему член нельзя показывать в кино или даже эротические фильмы? Посмотрите. она сидит на нем. Она раздета. Его не покажут. Как будто у него нет там ничего. Таким образом мужчина вырастает вообще без контакта, без понятия. Ну, давайте еще скажем мастурбация. Боже мой, ты засунул кадет руки на одеяло. Ты засунул руку под одеяло или в трусы. Ты первет, ты извращенец. То есть мастурбация стыдна. Таким образом мужчина вырастает в постоянном стыде своих гениталий. Ребята... Александр, вот вы, извините, чуть перебью, вы поставили проблему, обозначили задачу, с которой вы работаете, а как вы с ней работаете? Идет просто сначала аккуратно, осторожно разговор. Мы делаем очень-очень смешные, очень простые упражнения. Ну, не знаю, я могу вам дать одно упражнение, которое мы делаем. Мы пишем письмо от своего члена себе. Ну, вот такая вот игра есть, да, то есть член описывает, как мой хозяин со мной обращается или обращался всю жизнь. Мы начинаем как бы овеществлять и начинаем замечать эти вещи. Потом идет принятие... То есть вы запретные предметы вводите как бы в зону внимания, да, учите с ними взаимодействовать. Абсолютно. Все, что было стыдно, мы обсуждаем, а почему, собственно, стыдно, а зачем это? Окажется, что это программа, ведь они работают на подсознание, если ты их выводишь в зону видимости, они начинают отваливаться через смех, через какие-то прозрения, почистят сразу, да, и происходит принятие, потихонечку принятие самого себя, своей ноготы, своего тела и так далее, и так далее. Хорошо, Александр, а тогда про эффекты. Вот в результате этой работы как изменяется телесность тех мужчин, которые проходят через эти тренинги, через такую работу, проделывают с собой такую работу. Но идет, я бы сказал, одним словом назову нормализация. Нормализация отношения себя к телу. То есть, ну, тупо мужчина может раздеться перед другими мужчинами без задней мысли, да? У нас, я хожу в фитнес в Берлине, это столица нудизма мировая, у нас пацаны в раздевалке ходят в душ, в трусах, ребята, половина пацанов в труса ходит в душ. Ну, камон, о чем можем говорить? Поэтому, вот эта нормализация, когда, окей, я голый, ничего страшного, нет. Второе, что происходит, это... В смысле, принятие своего тела целиком... Да, что ничего такого нет. И через контакт... Много замечаний про то, что, ну, где вы подобное видели, то есть, ну, у меня тоже было такое немножко впечатление, что вы где-то чуть-чуть усиливаете про стыд, про категоричный запрет мужского тела, но это вот, не знаю, поскольку, нет, ну, поскольку вы выделяете некую проблему, я думаю, что это и правильно. Хорошо, спасибо. Анна, я бы вас просил рассказать о вашем рамках, у вас некоторым образом, ну, контракторный опыт, да, в рамках, вот, привычной картины мира вы занимаетесь другим и с другими. Вот, что это такое и как это происходит и как вы к этому пришли. То есть, если можно, тоже коротко историю и потом про суть вашей практики. Спасибо. Как я к этому пришла? Я долгое время жила в голове, где-то до 20-25-26 лет, когда я решила переехать из Архангельска в Петербург. До того времени я училась в университете, читала много книг, у меня есть филологическое образование, занималась анализом литературы, изучением языка, филологией, педагогикой и очень сильно была вот здесь. Да, и нужно сказать, наверное, что мне сейчас 37 лет, моё детство, юношество пришлось на развал СССР и на вот этот постперестроечный и вот эти, по-русски говорят, чумовые 90-е или как это сейчас называют, вот, когда было небезопасно и чувствовать себя девочкой было небезопасно, чувствовать себя в своём женском теле было небезопасно. Я это сейчас как бы вспоминала, эту историю, что быть в своём теле и вот со всеми своими половыми признаками внешними мне было небезопасно. я помню некоторые ситуации, которые были такие, которые привели меня к тому, что я не чувствовала себя девочкой, женщиной и больше такая была танк-гёрл, что называется. То есть это блокировка и соображение безопасности. Да. И потом уже чуть повзрослев, я переехала в Петербург и в Петербурге я начала заниматься танцем и движением. Я пошла обучаться контактной импровизации. Это был такой мой вход в тело, в своё и погружение в телесные практики, то есть уже будучи взрослой достаточно и такое новое познание себя, переоткрытие своей телесности и в контактной импровизации это очень такой интересный специфичный танец, специфичный в том, что это контактный танец, часто происходящий в дуэте, в паре. И неважно, это мужчина или женщина, женщина и женщина, мужчина и мужчина. И мы можем танцевать, сменяя партнёров, мы можем танцевать, объединяясь в три, в четвёрки и так далее и тому подобное, усложняя танец. И это танец, который на плотном контакте построен на взаимодействии и на обмене весом. И для меня тогда такой был тоже интересный прорыв в плане того, что, о, я могу танцевать вот так, я могу с людьми взаимодействовать вот так, я могу тоже открывать своё тело в взаимодействии с другими людьми. И мне казалось, что в этом танце превозмогается вот эта мужская, женская какая-то часть, части, дуальность. И мне тогда казалось, что моё тело, оно достаточно нейтрально. Потом уже позже я пошла учиться танцевально-двигательной терапии. На танцевально-двигательной терапии я двинулась в процессуальную работу или процессуально-ориентированную психологию. И это всё терапия, которая занимается работой с телом, с движением и даже в процессуальной психологии там тоже очень важно внимание, развитие внимания, телесного внимания, телесной осознанности, внимание к телесным сигналам тонким. Вот. И большая часть моих учителей внутри вот этих терапий это были мужчины. Я училась у мужчин и в контактной импровизации тоже большая часть моих учителей и любимых учителей были мужчины, хотя были и женщины. Вот. И, наверное, когда я танцевала контактную импровизацию, я помню, что у меня появились такие первые проблески вот этой менструальной осознанности, которой я уже потом стала интересоваться, что как-то тоже такое соприкосновение со своим женским телом, что, например, в период предменструации или в период менструации, когда я прихожу на джем танцевать с другими людьми, я понимаю, что мое тело не хочет контакта, мое тело хочет меньше двигаться, больше быть, чем делать, да. Я впервые стала отмечать вот эту разницу. Вот. После мое движение в терапии продолжалось, я пошла заниматься, изучать прицельно соматику вместе с Линдой Хартли, это британская ведущая преподавательница, у нее есть институт интегративной работы с телом и бодиборком, и это был первый такой институт, наш преподавательский состав, который был только женский, и те практики, вот эти соматические, основанные на Body Mind Centering, это такой метод, такой подход, основанный Бонни Бейнбридж Коэн, тоже женщины, который помогает связаться, соединиться тоже с телесной осознанностью, и в этом подходе мы работаем с различными системами тела, с прикосновением, изучаем, как разные системы тела, разные органы устроены анатомически, как их можно прочувствовать, прожить в своем теле через ощущение, через движение, через киноэстетический канал, вот, и это, наверное, такая практика сама по себе, которая очень для меня феминная, и наши преподаватели, они, все женщины были, и практика достаточно такая феминная, что это про то, чтобы быть и воплощать, вот это такой embody, да, воплощать, находить соединение со своим телом, с очищением изнутри, вот, и на этом, на этом обучении мы, я познакомилась со своим мужем, поляком, вот, на этом обучении в конце второго года я забеременела, и потом были роды, и, собственно, в процессе родов, к которым я была вот как-то подготовлена, собственно, вот этим большим соматическим путешествием до этого, да, своим таким переоткрытием своего тела, я уже в своих родах как-то для себя открыла свое женское тело, его мудрость, то глубочайшее доверие, которое у меня было к телу, вот, через материнство, через грудное, скармелье, через возвращение месячных после родов, у меня был прям такой вот опыт очень сильный, очень мощный, я думаю, он сложился благодаря вот этой практике соматики и вот этих терапий, которые у меня были до этого, я действительно ощущала, как такой портал открылся, и просто по ту силу, которая есть в моем теле, и сколько интересного в нем, и я стала исследовать менструальную осознанность, про которую я буду сегодня позже говорить подробнее, вот, но такой вот путь сложился, и собственно нашла учителей, которые меня в это провели, вот, и что я хотела сказать про истоки еще, давайте тогда перебью, может быть, потом вспомните, тут есть вопрос от Екатерины Поликарповой, значит, и я хотел тоже его как бы акцентировать от себя, вы говорите, что вас учили мужчины, но сейчас ваше описание женщинами, да, вот, собственно, вот, как бы, в чем специфика, а вопрос от Екатерины такой, что в современности она пишет, идея пробила себя дорога о том, что мужской мозг, про мозг она пишет, принципиально по работе ничем отличается от женского, поэтому она спрашивает, не имеет ли смысл говорить о здоровой личности, а не про здоровый пол, в этом смысле, ну, как бы, она провинтизирует вот эту нашу распорку, потому что Александр начинал говорить про мужские тренинги, вы говорите про мужскую работу, вы говорите про женские тренинги, соответственно, вот, как вы ответите на первый вопрос, в чем, собственно, специфика, хотя вы описываете практику своей работы как нейтральную, я так, ну, применяю себе, можно и с мужчинами так работать, вот, а второе, вот, что вы скажете про здоровую личность, в отличие от здорового пола, как спрашивает нас Екатерина. Я немножко пропустила, первый вопрос у меня было зависание со звуком, но я примерно представляю, в чем вопрос из того, что было сказано. Не скажу, что я веду женские тренинги, да, мою, вот, через соматику у меня действительно сложилось достаточно такое, как, не то чтобы нейтральное отношение, но эмбодимент есть эмбодимент, и можно исследовать свое тело и открывать столько много интересных в нем слоев и опытов, которые нам доступны, да, через определенные техники и практики, что появляется такая, я это называю глубинной демократией, да, внутри меня, которая позволяет мне впускать и то, и это, и относиться к опыту, принимающей, да, к тому опыту, который и у меня есть, и у других людей есть. И то, как я веду те же свои курсы по менструальной осознанности, я вижу, что по-разному сейчас, особенно в России популярны эти женские круги, женские, тоже какие-то такие штуки, женские тренинги, там, открой в себе богиню, вот я от этого стараюсь как-то дистанцироваться, и у меня у меня другие задачи, у меня задача помочь женщинам соединиться с ощущением своего тела, соединиться со своей телесностью, да, и поисследовать ее, и поисследовать это такое действие, такой глагол, который предполагает интересы, любопытство и некоторую открытость, да, поэтому что мне может быть важно, что через эти практики, к чему я прихожу, вот прям такое главное слово для меня это empowerment, да, такое выселение, возвращение, восстановление связи со своей внутренней силой, которая дана мне и которая есть у меня в теле, которую я могу открыть, да, поэтому такое для меня через эти практики скорее открывается как путь к female, women empowerment, да, и я через эти практики пытаюсь скорее дать эти входные дорожки, что да, вы можете это в себе тоже найти, вы можете это в себе открыть, вы можете это в себе прочувствовать, и в плане, если исследовать, например, ту же анатомию, да, то я бы сказала, что со своей анатомией, с репродуктивной системой, с улоном, как с таким пространством может соединиться не только женщина, которая определяет себя как женщина, да, но вот такое лонное пространство, с которым я работаю в своей соматической практике, с ним может соединиться любой другой человек, в том числе цисгендерный мужчина, в том числе трансгендерный, трансгендерные персоны, да, у нас есть вот эти эмбриологические пространства, которые все еще в нас живы, да, вот это Бонни Бейн Бриджкоин, она исследует тело и как те структуры, которые у нас есть, анатомия, которая у нас есть, как она создавалась вот в период, когда мы развиваем весь в утробе матери, да, и мы можем соединяться с этими пространствами, и в этом плане я мечтаю, где могут быть мужчины и женщины и люди других гендеров, мы можем исследовать вот это пространство с точки как эмбриологическое пространство, творческое, генеративное пространство, которое у нас есть. Понял, то есть сначала почувствовать самость, а потом уже на этой основе можно впускать и другие гендеры, ну, как бы научиться работать со своей самостью, если я правильно понял ваш ответ. Хорошо, спасибо, спасибо большое, Анна, за ваш рассказ. Александр, я у вас бы спросил, тут, кстати, в форуме спрашивают, и Вилли сделала замечание, что преимущество в эмбодимент приходит женщина. С вашей точки зрения, почему? Ну, и, может быть, вы откликнете на то, о чем говорила Анна, и для вас все-таки вот те инструменты работы, которые вы используете с телесностью, когда-нибудь вы смогли бы работать с женщинами тоже? Или вот ваша специализация такая исключительная? Да, конечно, я поддерживаю то, что Аня сказала. Мне очень близко это. Мне кажется, так устроено, как-то это какой-то закон жизни. Вот ребенку дают игрушку, да, он ее катает, машинку, пару минут, он ее ломает, разбирает на части, смотрит, из чего она состоит. А потом, если папа поможет, соберет ее обратно, но уже осознанно. Вот мне кажется, то, что мы сейчас находимся, да, мы наломали дров с этим патриархатом, с этой токсичной маскулинностью, и сейчас происходит время, когда мы разбегаемся немножко по углам и пытаемся понять, разбираем как бы общество в гендерном плане, пытаемся понять, кто такие мужчины, кто такие женщины, и что между ними, и как все это устроено. А потом, наверное, я надеюсь, мы соберемся воедино во что-то. Но сейчас я за то, чтобы мы сидели с мужчинами, работали с мужчинами, и соблюдали туда полярность. Такое время сейчас, да. По поводу... Степа, хорошо. Да-да-да. Я забыл второй вопрос, поэтому, если нужно, я отвечу. Почему вам будем больше женщин? Потому что везде больше женщин, потому что я считаю, женщины более осознанные, женщины впереди нас сейчас, и в психологии больше женщин, и в осознанности, и так далее, и так далее. Это все нормально, мы торопимся, стараемся, идем за вами, женщины. Это прекрасно. А, то есть исследовать себя, как исследовать себя, так это женщины. Понятно. Пока да. Хорошо, спасибо. Антон, тогда к вам вопрос про ваш опыт, про вашу тему, как вы к ней пришли, и в чем суть ваших практик, тем, чем вы занимаетесь другими людьми. Хорошо, спасибо, Вячеслав. Как я пришел, тут предыдущие спикерки, спикеры говорили о том, что вот у меня была какая-то часть жизни, когда я вот так, а потом по-другому, да, у меня тоже была такая часть жизни, поскольку я трансгендерный человек, где-то почти 30 лет, первую часть своей жизни я жил в женской гендерной роли, в том, что называется, женским телом, как бы, вот, а потом сделал переход и еще где-то лет 5 жил в мужской гендерной роли, с телом, которое определялось как мужское, а потом у меня случился кризис этих всех идентичностей, и я начал транссенсативную группу это действие, потому что, сейчас объясню, как это произошло, ну, и сейчас у меня сложно куда-то отнести себя, но к небинарным людям я себя тоже не отношу, просто мне кажется, что это какие-то достаточно пустые понятия для меня мужчина и женщина. Сейчас объясню, почему, ну, то есть, в тот момент, когда я делал переход, какая была информация о трансгендерности и какие идеи трансгендерности, что есть вот эти самые два полюса, о которых сейчас только говорил Александр, да, вот мужское и женское, если мы посмотрим определение даже не трансгендерности, а устаревшего понятия транссексуализм, который сейчас МКБ-11, мы же, наверное, на квалификацию болезней уже отменим, что это стремление жить, там, реализовываться, изменить свое тело и, как бы, жить в качестве, в роли человека противоположного пола. И тогда сами трансгендерные люди, да, если эта информация и доходила, она, естественно, была не сразу, в моем детстве, там, юноши, ее вообще не было. Естественно, это была такая доминирующая идея, которая пришла еще, там, из психиатрии, там, американской, про 50-х годов прошлого века, когда, там, Гарри Беджамин ввел, собственно, термин транссексуализм, когда вот это так определялось, да, что надо стать, если ты родился женщиной, ну, чувствуешь себя мужчиной, надо максимально, вот, стать мужчиной, изменить свое тело, вести себя, соответственно. И, ну, большинство трансгендерных людей, которые в то время были, как-то осуществляли свой трансгендерный переход, они тоже были в этих идеях, и я в том числе. И я сделал этот переход, я, ну, поменял паспорт, я стал выглядеть вот так, ну, только с волосами еще тогда, вот, и вроде бы стал этим самым мужчиной, мне очень хотелось так вот реализовываться, но чувствовал какое-то расхождение, потому что, ну, я все-таки нецисгендерный мужчина, я трансгендерный человек, мое тело отличается, мой опыт отличается, где, ну, как бы, что со мной происходило все предыдущее время, как, ну, то есть, понятно, что вот этот нарратив такой, психиатрический 50, нарратив транссексуальный 50-х годов, там, психиатрический, он предписывает, что ты еще должен, не должен никому говорить об этом опыте, а представлять себя как цисгендерный мужчина в обществе, ну, в моем случае, в случае трансгендерной женщины, как цисгендерная женщина, вот, и есть какой-то кризис, получается, что я жил там, ну, почти 30 лет, пытаясь реализовать себя в качестве женщины, но чувствуя, что я ее не являюсь, а потом я сделал переход и пытаюсь реализовать себя в качестве мужчины, но цисгендерного, которым тоже не являюсь, как бы, и получается, для чего тогда все это было, видимо, есть какой-то третий путь, и я понял, что, ну, есть какой-то кризис, как бы, у трансгендерного человека о том, как соотнестись с собственным телом, которое цисгендерным не будет никогда, даже если сделать все там операции, все равно будут отличия, все равно есть пожизненно-гормональная терапия, куда, ну, как прожить этот факт, как прожить этот переход, и вот, когда я все это начинал, была такая идея, что трансгендерные люди, они такие, ну, болеют, как бы, ну, не получилось из них цисгендерных, у них вот такие недоцисгендерные тела, которые надо довести до цисгендерного идеала, как можно больше, и понятно, что это путь такой в никуда, потому что, ну, такие, прямо скажем, ну, изменяются, цисгендерный мужчина, ну, такой себе не очень какой-то получался, как-то чего-то не доставало, и, ну, и тяжело жить с таким осознанием, что твое тело, оно неправильное, ты неправильный мужчина, вот, и это, ну, как бы, то, что в трансгендерных людях было, и что, что началось, ну, то действие мы еще начали, потому что начали выходить законы о пропаганде, и стало просто страшно еще немножко трансгендерным людям жить, потому что, если гомосексуальные люди, они могут не открывать свою гомосексуальность, то трансгендерность в каких-то медицинских институциях, например, или там, ну, невозможно не открывать, потому что тело отличается, вот, и, ну, просто страшно было, и плюс вот это все, кризис такой транссексуальности, скажем так, и тогда, тогда я начал эту инициативу, сейчас, ну, это одна из первых, по-моему, даже первая в России, именно, Transled, ну, которую сами транслюди начали, транснициативу, и уж точно крупнейшая, то есть сейчас мы шестой год работаем, и начали мы как раз групп поддержки, вот я эти группы поддержки уже шестой год веду, и в первую очередь они мне самому тоже очень сильно помогли, в чем, в каком-то самосознании, в нахождении другого пути, как можно с этим жить, потому что если ты живешь в идее, что надо быть как можно более цисгендерным, тогда ты не очень, а если, если мы говорим о том, что есть вариативность какая-то гендерная и телесная, что есть разнообразие, и в какой-то момент я понял, что я, ну, как бы я не очень хороший цисгендерный мужчина, просто потому, что я не цисгендерный мужчина, но зато я прекрасный трансгендерный человек. Вот, Антон, к этому вопросу, вам удалось этот третий путь нащупать тогда? я сейчас о нем расскажу, да, да, и вот от этой идеи, что есть вот два полиса, мужское и женское, сначала как-то сознание и сообщества, и общество, ну, такого, какого-то более продвинуто, скажем, смещалось, к идее гендерного спектра, что можно быть где-то посередине, но гендерный спектр, это тоже такая ловушка немножко, потому что, если мы смещаемся, например, от женского, то получается, мы автоматически приближаемся к мужскому, но дальше в процессе оказалось, что это, ну, не совсем картина мира, та, которая существует, и сейчас, если мы можем говорить о пространстве гендера, то это скорее такая ортогональная система координат, от нуля к маскулинности, от нуля к фемининности, и в этой системе координат люди могут находиться вообще на разных точках, ну, то есть, как ноль фемининности, ноль маскулинность, так 100% фемининности, 100% маскулинности, и все, что угодно между этим. Более того, это не только вопрос гендерной идентичности, но и вопрос и телесности, как бы, что тело, это тоже, ну, настраиваемая штука, как бы, ну, и биологический пол, это во многом сконструированное понятие, ну, начнем с того, что оно многокомпонентное, что биологический пол, если мы посмотрим определение, это совокупность хромосомного, там, гормонального, ганадного, там, еще какого угона полу, вторичных полу, признаков, там, первичных, вот, и по умолчанию считается, что вот есть некие мужчины, некие мужчины и женщины из учебника биологии, которые один, ну, а в учебнике биологии один максимально маскулинный, женщина, мужчина, женщина максимально фемининная, и вот эти вот они 100% фемининности и маскулинности, так даже, даже если мы посмотрим на цисгендерных людей, то они не вписываются в эти рамки, абсолютно есть очень вариативные тела, очень вариативная гендерная экспрессия, очень вариативное проживание гендера, и даже цисгендерные люди, в этой ортогональной системе каждого, они, оказывается, в самых разных местах, и часто отдельно взятые мужчины и женщины могут быть ближе друг к другу, чем женщина и женщина, и мужчина и мужчина, немножко так ставлю кавычки, вот, и что касается трансгендерных людей, то они окончательно ломают эту систему, потому что у людей может быть любая идентичность, может, любая гендерная экспрессия, и более того, любая телесность, любой набор, там, гениталий, телесного устройства, потому что переход, трансгендерный переход, в конечном итоге, это не для того, чтобы стать максимально ближе к некоему противоположному полу, где бы это противоположное не находилось, как бы, не существует ли оно вообще, а для того, чтобы сделать тело наиболее конгруентным себе, и, соответственно, остановиться в этом процессе, ну, то есть, это индивидуальный набор всяких мероприятий, остановиться можно где угодно, соответственно, мы уже сейчас живем в мире, где есть мужчины с вагинами, есть женщины с пенисами, есть, все, у этих людей может быть, могут быть, может быть, грудь, ну, в смысле, молочная железа развита или нет, может быть, борода или нет, ну, то есть, это любой набор характеристик, то, что вот Александр говорил, что сейчас кризис, кризис маскулинности, мне кажется, что сейчас, в принципе, кризис гендерной системы, и, возможно, это неплохо, потому что гендерная система, в принципе, это штука нормирующая, дисциплинирующая, во многом, это система неравенства и насилия, и вот эта вариативность, она какой-то новый мир, который уже практически пришел, мы уже в нем живем, и для всех, для профессионалов сейчас это вызов, ну, просто принятие этого факта, принятие, это не в смысле, что надо полюбить это, как-то, что-то с этим делать, принятие, это признание того, что просто существует. Антон, а с вашей точки зрения, каковы шансы на становление этой новой нормы? Ну, а как я останавливаюсь, люди живые, уже существуют? Люди существуют, но это, как бы, норма еще не легитимизирована, у нас, по крайней мере. Ну, дело в том, что мир очень сильно изменился, когда пришел интернет, больше, чем от полета в космос, там, чего угодно, ну, то есть, информация стала доступна, люди могут общаться, идеи распространяются с огромной скоростью, ну, как бы, та же открытость людей, она тоже во многом связана с интернетом, даже если в своей стране нет никого открытого, есть в других странах, люди, которые об этом говорят, и можно узнавать эту информацию, ну, не знаю, мне кажется, тут, как, фарш невозможно провернуть назад. А вы как чувствуете по своему личному опыту, это скорее, вот, на протяжении времени, это опыт все большего приятия вашего опыта, вашего личного опыта, или наоборот? Да я не сталкиваюсь, особенно с неприятием моего личного опыта. Понятно, что это не отменяет, конечно, существует трансфобия, конечно, существует гомофобия, конечно, есть, конечно, вот эта цис-гетеронормативная матрица, она очень сильна до сих пор, и, но, я не знаю, я живу в Петербурге, Петербург, это квир столицы России, ну, в принципе, я не вижу каких-то особенных проблем, тем более, мы здесь работаем уже шестой год, и, мне кажется, очень поменяли среду за это время, еще после принятия гендерной вариативности. Спасибо. Инга, тогда вот как раз к вам вопрос, мы, собственно, предварительно обсуждали, это, вот с вашей точки зрения в профессии, в профессиональных кругах, тем, кто профессионально занимается телом, тренинговыми практиками и так далее, насколько вообще у нас есть шансы выйти из такой биполярной матрицы, а есть ли движение вообще в эту сторону, как вы видите ситуацию? Вот мы познакомились с разными опытами, тренинговыми, профессиональными и личными, с вашей точки зрения они, эти опыты, эти рассказанные истории задают какую-то новую матрицу, или еще рано об этом говорить? Я не смогу говорить за тренинги, связанные с телесностью, я смогу про сексуальность, потому что мне я чуть-чуть лучше как-то вижу сообщество. Но это даже ближе к теме, даже ближе к вопросу. Может быть, может быть. И там, подхватывая тот вопрос, который вы задали до этого Антону по поводу движения, можно заметить, что одновременно есть реакционный процесс, то есть, чем больше мы говорим о многообразии, о множественности, о свободе, об индивидуальных опытах и о субъективации, тем больше на другом полюсе говорят о истинных мужчинах, истинных женщинах, каких-то единичных моделях и все остальное. И тогда одинаково востребованы на условном рынке услуг будут тренинги погружения, исследования и восстановления контакта с той же телесностью. И секс-тренинги с продающими названиями научись удивлять даже скучным вагинальным сексом, где совсем противоположная история реализуется. Если говорить про мой опыт и коллег, потому что в Москве и, наверное, в Москве и Санкт-Петербурге есть определенное такое сообщество людей, которые продвигают идеи личной ответственности за сексуальное удовольствие и вообще идею сексуального удовольствия, то я начинала с вот этой проблемой, что в транслируемом модернистском взгляде очень не справедливо распределяется удовольствие в паре. А сейчас в работе вижу, что им молодые женщины и молодые мужчины и люди, которые не идентифицируют себя как мужчины и женщины или как-то иначе идентифицируют себя, готовы как-то исследовать и развивать контакт с собственной телесностью. Потому что если мы видим гендер как некий дисциплинирующий набор правил, он же в первую очередь разлучает нас с телом, потому что женщинам он диктует определенным образом дышать. Вот у меня в учебнике анатомии было написано, что у женщин грудной тип дыхания, а брюшного, то есть диафрагмального типа дыхания у них быть не должно. То есть в опере они пить не должны по идее? Вот вообще они должны дышать мелко и часто и не снабжаться нормально кислородом. И ну вот как стоять, как сидеть, какого объема пищу принимать на публике. Помните Скарлетта Харре, которая ее нянюшка говорит, хорошо поешь дома, потому что в гостях женщины приличные девушки не должны много есть. Вот это все настолько нас просто отрубает от собственных телесных ощущений. А если на это еще натянуть идею о том, что сексуальные практики имеют строгое гендерирование, вот мужчины так это делают и только такими способами, а женщины вот так и только такими способами. А в реальности люди делают это по-всякому. И хотят делать по-всякому. То в психотерапевтической разговорной работе мы как будто обнаруживаем и преодолеваем эти идеи. И уж точно вот эти единичные идеи нейтралистические, эссенциалистские, что женщина должна, мужчина должен. Поэтому может быть у меня много сопротивления идеям о новом мужчине или новой женщине, потому что нам там единичное число. Мне важно, чтобы была множественность и чтобы всякие опыты были признаны. И благодаря интернету, книгам и всему остальному все больше людей приходят на прием в кабинет, уже имея вот эти представления. Знаете, а мне вот не подходит то, что сейчас меняется мне как мужчине или как женщине. Я бы хотела по-другому. И ну это прекрасно, это хорошо, это приводит к замечательным результатам. даже простой пример. Те женщины, которые практикуют другой тип дыхания, то есть дышат поглубже, они вообще-то и сексуальное удовольствие испытывают получше. Но в пределе, когда человек вот так вот преследовал и как-то очень хорошо понял, как ему хочется себя выражать, себя чувствовать, с собой взаимодействовать на телесном уровне, мы-то сталкиваемся с чем? Что это перестает быть безопасным на улице. то есть там тот же самый считываемый внешне как мужчина-человек, но при этом с какими-нибудь феминными аксессуарами очень рискует. условная улица, она все еще очень трансловна и гомофобна. И может быть мы на это реагируем какой-то геттоизацией, когда люди собираются кучкуться. Я точно вижу, что у специалистов, которые работают с сексуальностью, именно в том ключе, который я писала, ну есть какой-то гетто. Хотя мы, конечно, хотели бы захватить весь мир, но вынуждены общаться друг с другом. Ну и идея о том, что можно создать какие-то новые доминирующие практики, которые подходили бы всем, для меня она, конечно, беспочвенно не получится. То есть если мы думаем, что мы сейчас куда-то идем, идем и придем, то то, к чему мы придем, она тоже обязательно будет иметь свои ограничения, как новый свод правил или законов, или новая дисциплина для всех. То есть это всегда какой-то индивидуальный случай, и матрица должна, и скорее всего останется какой-то сложной, неоднозначной. Индивидуальный случай заключающий в том, чтобы обнаружить матрицу, а потом как-то да, как-то с ней начать взаимодействовать. Сложно, то есть все-таки получается какая-то в конце концов театипизация. Хорошо, ну, смотрите, у нас осталось несколько минут, организаторы сказали, что могут чуть-чуть увеличить временной лимит, я бы в конце, во-первых, есть ли у вас вопросы друг к другу, я хотел бы спросить, пока не вижу поднятых рук. Виля, у тебя не возникло каких-нибудь вопросов? У меня есть, наверное, основной вопрос, ради которого, собственно, я и пригласила всех поговорить на эту тему. Когда мы говорим про гендер, неважно, насколько он бинарен или не бинарен, или все 300 гендеров, мы включаем рассмотрение, мы сразу попадаем в историю обуславливания извне. И тогда то, что я женщина или мужчина, или я кто-то еще, чему не знаю имени, это результат политики, экономики, властных отношений, традиций и еще чего-то. И это все на меня снаружи. И когда мы остаемся только в этой парадигме, мы теряем вот эту вот субъективную телесность, за которую я так, значит, ратую. И у меня в связи с этим вопрос к исследованиям, к программам, к текстам, к позициям, а куда вы тело все время деваете? Да, вот где тут телесность даже не столько объективная, да, снаружи видимая, сколько изнутри переживаемая. Вот как с этим обходиться? Я не знаю, есть ли ответ на этот вопрос. Ну, вроде бы все участники как раз говорили о своих телесностях, в том числе о работе с телесностью. Ну, давайте, может быть, кто-то что-то добавит? Я не знаю. Да, вы тело деваете, ты спрашиваешь участника. Я могу сказать за саматику, это как раз та практика, вот конкретно я, поскольку в подходах к боби-майн-центеринг работаю и могу отвечать и могу отвечать за этот подход, да, что там именно исследование субъективной телесности, как я ощущаю себя в своем теле и это вот все про субъективную телесность, чтобы дать все инструменты познать себя в своем теле и открыть себя в своем теле. Поэтому мы ее никуда не деваем, мы ее исследуем в своей телесности. Спасибо. Олег, ну, кстати, один из вопросов был, что нового появилось в тех сферах, которыми вы занимаетесь, есть ли какие-то новые подходы, что вы смотрите, что читаете, что вам кажется максимально продуктивным и перспективным в этой сфере. Есть у кого-то вот в дополнение к тому, что сказала Аня, что-то такого интересного, с чем вы сталкивались в последнее время и чем вы планируете заняться или хотите. В моей сфере это не новое, но оно как-то допереводилось в последние пару лет и распространяется активно в последние пару лет, что для женского тела не столь характерно и не столь тотально испытывать удовольствие при пенетрации. А значит, вся вот эта огромная махина практик, связанных с мужской активностью, женской пассивностью мужчину пенетрирует, женщину принимает, она рассыпается в ноль, в труху. И очень интересно наблюдать за тем, как изменяются разные взаимодействия в парах и в других конструкциях в связи с научно-поддерживаемым персональным переживанием, что нужна другая стимуляция. Можете убрать ваши пенисы и другие пенетративные инструменты. Спасибо. Я могу здесь тоже добавить то, что Инга сказала. В мужских группах появляется вот это новое движение, которое все чаще используется, обсуждается и через него рушится вот эта действительно крепость, может быть, крупнейшая крепость для мужчины в сексе. Это вошел, вышел и так далее. Появляется понятие вот этого вегетарианского секса все крупнее через тантристов мужчин, в том числе это все последователи Монтека Чи, когда мужчина выходит на оргазмическое плато и не кончает и начинает удерживать семя и семя уходит в него и он перестает это семя разбрасывать налево-направо. Но еще дальше заходит эта тема веганского так называемого секса slow sex кореца есть такой термин это когда оба партнера по согласию не оргазмируют а занимаются длительным сексом не доходя процентов 80 до пика что дает им совершенно потрясающий гормональный любовный и оздоровительный эффект. Это обсуждается сейчас и уже начинает практиковаться. Александр, еще раз как этот подход называется? Кореца через К корецца от итальянского корес ласкать кореца Спасибо Антон у вас есть новости из мира идей? Ну я бы не сказал что это новости конечно но то что становится более видимым более явным я не думаю что вопрос был именно про секс что мы делаем со своими телами но если говорить про сексуальность трансгендерных людей то это всегда было отдельное табу потому что мы понимаем что сексуальные практики они тоже привязаны к гендеру есть предписание что должны делать люди с тем или иным гендером вот а как бы с трансгендерами людьми у которых могут тела сильно отличаться соответственно есть возможности для разных других практик это было довольно долго табуировано даже в самом трансгендерном сообществе и сейчас это все больше приобретает видимость про то что сексуальные практики могут быть любые у трансгендерных людей а надо понимать что у трансгендерных людей в этом смысле еще больше давления то есть понятно что пересечение вот этой гендерной границы оно табуировано для всех людей но для трансгендерных людей еще больше потому что есть такое негласное ожидание что уж если ты делаешь переход то уж соответственно 100% тогда вот туда куда там идешь да а сексуальность соответственно через сексуальность спасибо определяется коллеги есть еще что сказать простите сексуальность не прошла фраза сексуальность ну вы просто просто меня прервали поэтому я остановился извините сексуальность ну как бы как бы через нее конечно идет тоже такое подтверждение гендера и долгое время для самих трансгендерных людей это было сейчас я вижу сильную свободу в том чтобы использовать преимущества которые есть у трансгендерного тела и об этом говорится гораздо более открыто спасибо коллеги есть какая-то идея вам сейчас звучит Вилли у тебя у тебя подвисает звук поэтому я можешь еще раз озвучить ну в общем тезис мысль которую нельзя сейчас не сказать Александр у вас да нет сори коллеги тогда большое спасибо за да прошу прощения нить многообразия которое есть и которое есть биологически которое у нас социально проявляется все больше и больше и праздновать разнообразие которое есть исследовать его спасибо спасибо большое всем участникам для меня сегодняшний разговор был разговор про наверное норму, про процесс выстраивания нормы и подверганию сомнений старых норм, установившихся какой-то картиной мира. Процесс сложный, с одной стороны, с другой стороны, он как бы бесконечен. Я много вопросов про это задавал, каковы шансы, что все изменится, и, наверное, конечного ответа нет. Меня тут упрекают, что я мужчинам даю больше времени, что, возможно, это отражение как раз патриархальной картины мира. Ну, возможно, в свое оправдание скажу только, что я обычно всегда сессии начинаю там достаточно медленно, неважно вслушаться участников, потом, как правило, идет дело быстрее. Я думаю, что если вот Анна начала бы сессию, наверное, ей бы и досталось больше времени. Ну, это мое предположение. Вот, а тем не менее, постараюсь за собой следить в этом смысле. Хотя, честно говоря, идея квотирования мне не нравится. Я всегда из практики модеридискуссии исхожу все-таки из соображений смысла того, что говорится, интереса смысла того, что говорится. И в этом смысле как бы идея о том, что давайте следить, чтобы мужчинам и женщинам время доставалось порвано, честно говоря, мне не очень нравится. Но, кто знает, может быть, будет сформирована такая норма, и мы, и все модераторы будем вынуждены этому подчиняться. Не знаю, не хотелось бы с этим столкнуться, тем не менее. Но, тем не менее, большое спасибо всем участникам и всем слушателям нашей сегодняшней дискуссии. Мы только чуть-чуть совсем прикоснулись к теме. Я бы сказал, что наше внутреннее обсуждение неделю назад, в понедельник, было более драматичным и обостренным. Как правило, это так и бывает, что когда вы главный конфликт и главный нерв вытащили, значит, заранее, то потом публичная дискуссия, она такая, бывает более свободная. У нас вот мы эту динамику соблюли, все нормально. Соответственно, если Виля, значит, в следующий раз организует дискуссию на эту тему, то, возможно, все будет более драматично. Спасибо. Всего хорошего. Слав, спасибо огромное. Закроешь дискуссию официально? Я все сделаю, не беспокойся. Спасибо огромное. Спасибо тем внимательным участникам дискуссии, которые обращают наше внимание и на распределение времени и вот это все. Действительно, мир меняется, мир меняется неравномерно. Он уже изменился, и мы уже имеем с этим дело. И нам уже нужно искать какие-то свои отклики и свои способы взаимодействия с этим. И очень много вопросов. Я думаю, что мы сейчас до 15 минут продолжим и трансляцию, и запись, и я тогда перехвачу, Слав, у тебя фасилитацию этого процесса, если ты мне позволишь. Да? Да? Тогда... Давай, давай, давай. Да. Тогда, значит, друзья, много вопросов в чате было, я следила по ходу и немножко тоже участвовала. Если есть еще вопросы, да, вот вопросы, которые вы хотели задать нашим участникам. Один вопрос был к Александру, Саш, может быть, одним каким-то предложением. Почему люди приходят, почему мужчины приходят и начинают заниматься собой вообще? Почему это происходит? Ну, если одним сказать, то одиночество. Прямо если одним словом. Там еще много всего. Но в основном это одиночество. Спасибо огромное. А давайте я тогда этот вопрос, соответственно, адресую всем. Антон, с какими вопросами, да, вот что побуждает людей, помимо объективных сложностей, обращаться к вашим специалистам, включаться в ТЭД действия, вот в чем основной мотив? Ну, я бы не сказал, что к нашим специалистам, как они, то есть у нас более горизонтальная низовая структура. Но почему люди приходят, понятно, что есть у трансгендерного человека некое одиночество опыта, проживание вот этого всего, которое хочется с кем-то разделить. И это способ разделить, как-то найти свое отношение к этому, найти себя в этом. Спасибо. Ань, я видела твою руку. Что приводит женщин к тебе? Я сейчас слушаю Антона и Сашу, и мне прям очень отзывается вот это слово одиночество, да, и за что за этим стоит потребность? Connection, связь и belonging, принадлежность. Да, мне кажется, это какая-то наша, как такая человечная такая, что мы делим, как люди, да, независимо от гендера. Я бы сказала, то же самое. Спасибо. Желание опознать свое тело и свой менструальный цикл и как-то отношение с собой в своем теле. Спасибо. Инга, что приводит людей к вам? В вопросах гендера приводит разочарование, бессилие, усталость, когда человек говорит, у меня не хватает, или я недостаточно женственный или мужественный. И понимание какое-то довольно экзистенциальное, что оказывается нельзя совпасть с идеальным мужчиной или идеальной женщиной. А чем тогда заплатить за принадлежность к женщинам или мужчинам? И когда осознается вот эта цена, в чем себе человек отказывает для того, чтобы быть принятым в это виртуальное, по сути, сообщество, не существующее сообщество, то мы постепенно исследуем, что бы он мог приобрести, если бы перестал так приоритизировать эту принадлежность. Спасибо. Еще один замечательный вопрос, и я тоже его адресую ко всем участникам. Я его только немножко переформулирую в таком более мягком варианте. Если для кого-то из нас, или для кого-то из вас, ценно падение гетерно-нормативной матрицы, то что мы можем делать? Как можно ускорить падение этой матрицы, или как вообще можно этому поспособствовать? Есть такая ценность, если есть смысл в этом падении. Мы буквально конфронтируем, например, на вот этой предварительной дискуссии, которая у нас спикеров была. Начало дискуссии выглядело так, как будто разговаривают друг с другом циз-гетернормативные люди. И просто сказать о том, что это может быть не так. И обращаясь к аудитории, как если бы у них всех есть строго этот опыт из гендерности и гетеросексуальности, мы очень всех не видим и не слышим. Но для этого приходится выделиться и зазвучать, а значит рискнуть. И это, как правило, неприятно. Спасибо. Есть ли еще какие-то отклики на этот вопрос, если мы хотим ускорить и усилить падение такой нормативности? В мужской группе мы отслеживаем проявление любых таких вот токсичных каких-то моментов, нетерпимости, гомофобии. И сразу прям ловим. Опа, опа. Потому что мы движемся из инклюзивности, мы сразу говорим, смотри, смотри, смотри. То есть все люди понимают, что этому здесь не место, здесь этого не будет. И это идет просто очень мягко, потому что люди настолько воспитаны в патриархате. В патриархате мужчины, что они не замечают, из нас это вылетает. Вот эти вот сарказм, шуточки, там-сям, там сексизм проскочил, там гомофобия, там посмеялся, думал, мужики поддержат. А мужики в раз и не поддержали скабрезную шуточку. И задумался, и в следующий раз не пошутит, опа, один вылечился. Ну и вот так происходит. Спасибо огромное. Да, Антон, да. Мне кажется, всякий раз, когда мы произносим слова мужское и женское, мы можем задумываться о том, что мы имеем сейчас в виду, например. Потому что очень большие пространства, они вообще никакого отношения к этому не имеют. То есть то, что изначально было мужское и женское, это, по сути, ну, какая-то, ну, вот весь этот гендер, который нам назначается. Это вот, по сути, когда при рождении на человека посмотрели, акушерка моего гениталии, и решили, что вот этот человек может выполнять при процессе репродукции определенную роль. Но совершенно не факт, что человек будет ее выполнять, хочет ее выполнять, что вообще-то у человечества есть другие, куча всяких других дел, ценностей, активностей за пределами репродукции. И все, что за пределами, оно вообще к этому отношения не имеет. И гендерируется уже просто на всякий случай. А если мы вспомним еще, что репродукцию можно осуществлять, не обязательно женщины, не обязательно мужчины, а есть трансгендерные люди, есть бинарные люди, есть интерсекс-люди, то тогда эти понятия рассыпаются и вовсе. И, может быть, неплохо бы помнить об этом всякий раз, когда мы это произносим. Спасибо. Ань, есть ли у тебя свой вариант ответа? Мне подумалось про удовольствие. Вот если мы начнем исследовать свое удовольствие в отношениях со своим телом, что мне приносит удовольствие. Удовольствие — это то, что мы можем получить только благодаря своему телу, что оно у нас есть. Вот если мы честно пойдем за удовольствием и поиском его, тогда мы будем получать опыты, которые будут менять наши отношения к себе, к своему гендеру, к другим людям. Я просто вчера слышала подкаст с Эмили Нагоски, она говорила про такой ресерч, исследование, которое проводилось с разными людьми, которые отбирали по принципу самые экстраординарные такие опыты в сексе, которые получают, которых секс приносит большое удовольствие. И независимо от пола, независимо от возраста, и там было много людей за 55 лет, и они говорили, что просто отказаться от этих гендерных стереотипов, которые есть, и начать с помощью другого человека, в присутствии другого человека исследовать удовольствие, которое получаешь телесно, это сразу открывает такой вход в более широкое восприятие. Спасибо огромное. Спасибо большое всем участникам этой дискуссии, спасибо огромное всем тем, кто участвовал здесь в Зуме, смотрел нас на Фейсбуке. Мы начинаем только этот разговор, мы еще не очень умеем про это все говорить. Тут в комментариях было, что какой-то такой олдскульный немножко жанр получился, что не соответствует тому уровню дискуссии, который разворачивается, например, в Европе, мы не знаем. Иногда для меня персонально, я не специалист в теме гендера, но из другой позиции, из какой именно мы будем говорить завтра на дискуссии про вертикальное развитие спиральную динамику, для меня уровень дискуссий в Европе иногда тоже такой немножко устаревший с точки зрения какого-то следующего шага, который мы можем сделать. Спасибо огромное. На этом мы завершаем все наши трансляции. Я сейчас остановлю запись. И... И... Субтитры создавал DimaTorzok